Слава Господу! Не забывайте милости Господних, вспоминайте, прославляйте Господа нашего Иисуса Христа. Кто помнит, я имею в виду не из молодых уже, но из наших постарших братьев, те времена, когда проводили служение при керосиновой лампе. Помните такое? Керосиновая лампа, служение. Когда люди начинают петь псалом, из глубины сердца выражают слова Господу, и от того, что много людей в комнате, лампа начинает тухнуть, но пение не прекращалось. Пели Господу, молились Господу, прославляли Господа. Я научен был, когда я шел в дом молитвы, независимо от времени года, я переспал порог молитвенного дома, я снимал шапку. Заходил в дом, хотя не было отопления, холодно, но я снимал шапку даже тогда, когда никого не было в молитвенном доме. Когда надо было что-то сделать в молитвенном доме, я снимал шапку, и в молитвенном доме в шапке не находился. Когда было служение, на служение приходили сестры, братья приходили, кто как мог одевался. Сестры все в платочках, маленькие сестры в платочках, молились Господу, пели Господу, прославляли Господа, как могли. И Господь слышал молитвы, отвечал на молитвы, Дух Святой действовал, Дух Святой обличал, Дух Святой назидал, Дух Святой вел церковь по пути земному, чтобы она была свята, чиста и непорочна. Как многое изменилось с тех пор, как многое изменилось. Здесь керосиновых ламп нету, прекрасные молитвенные дома, может и где-то нет молитвенных домов, но сегодня у нас все прекрасно. И свет горит, и мягкие скамейки, и тепло, и кондышинг работает. Все прекрасно. И очень хотелось бы, чтобы мы расположили свое сердце к слышанию Слова Господнего, чтобы, находясь на этом месте, мы могли внимать Словам Господним, чтобы это Слово научало нас, чтобы в страхе Господнем мы могли поступать, живя на этой земле. Сегодня я хотел бы говорить о таких местах Священного Писания, и, в основном, это будет как бы центром моей проповеди сегодня. Псалом 111, первый стих. Псалом 111, первый стих. Блажен муж, боящийся Господа и крепколюбящий заповеди Его. Блажен муж, боящийся Господа. И 127-й псалом, первый стих. Блажен всякий, боящийся Господа. И четвертый стих, также 127-го псалма. Благословится человек, боящийся Господа. Именно я хотел бы на этих словах о том, чтобы бояться Господа, как-то основать свою проповедь на том, чтобы мы особое внимание уделили в нашей жизни, бояться Господа нам, живя на этой земле. Блажен муж, боящийся Господа. Блажен всякий, боящийся Господа. Да поможет нам Господь благословиться человек Господом, тот, который боится Господа. Вы знаете, когда мы прочитаем Слово Божье, сегодня брат передо мной упомянул о доме Корнилия. Этот человек был муж, боящийся Господа. Этот муж молился Господу. Он приносил милостыни. И вы знаете, как было уже сказано, еще раз напомню, что именно Бог обратил на него внимание и напомнил ему и как бы дал повеление о том, чтобы он призвал Петра, чтобы он призвал этого человека, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. И когда он послал людей туда, где находился Петр, а Петр находился на кровле дома, и когда ему было видение о том, именно когда спустилось полотно, и там всякие нечистые животные, и сказано было, закали Петр и ешь. И он сказал, Господи, я никогда ничего нечистого не ел, не входило в уста мои. Это было трижды, и опять поднялось это все на небо. И Петр понял, что Бог что-то хочет делать, что Бог хочет что-то совершать. И когда пришли эти люди к нему и сказали, с каким они пришли посланием, с просьбой к Петру, он понял, что Господь его ведет в дом Корнилия. И когда он пришел в этот дом, этот Корнилий, муж благочестивый, боящийся Бога, он не только свою семью собрал, он собрал родственников, друзей своих, наверное, говорил, придет человек, который скажет нам слова, которыми мы спасемся. Они знали Бога, знал Корнилий Бога, он милостынь отворил, молился. Но вот именно надо было что-то этому дому сказать, чтобы получить спасение. И когда Петр пришел и сказал, для какого дела вы призвали меня? Корнилий говорит, ты хорошо сделал, что пришел. И повторяет ему то, что было ему открыто. И тогда Петр, я верю, что исполнили Духа Святого, он выразил такие слова, что Господь есть Бог справедливый, что Господь есть Бог тот, который прощает, тот, который благословляет. Это есть тот именно Господь Бог, который дает спасение. Я хочу даже прочитать эти слова, которые записаны на страницах Священного Писания. Петр отверстный уставец сказал, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Всякий народ, не то чтобы только какой-то определенный народ, но он сказал, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Бога и поступающий по правде, приятен Богу. И вот он выразил слова именно об Иисусе Христе, говорил о спасении, и люди, находящиеся в доме Корнилия, они приняли это слово верою, и там они начали, когда молились, Бог и крестил Духом Святым, они начали говорить на другом наречии. И Петр, когда увидел это, что Бог делает, и говорит, «Разве мы можем запретиться тем, которые, как и мы, и мы получили Дух Святой, пусть и они примут водное крещение, пусть и они также будут, как и мы». Петр продолжал эту речь, «Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово, и верующие и забрезанные, пришедшие с Петром изумились, что дар Святого Духа и слился и на язычнику, ибо слышали их говорящими языками и величайших Бога. Тогда Петр сказал, «Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа и велел им креститься во имя Иисуса Христа?» Именно Бог совершил эту работу в доме Корнилия. Дорогие братья и сестры, Бог сегодня продолжает эту работу в народах на этой земле. Бог крестит Духом Святым. «Сегодня Бог напоминает о Себе и голос его слышен, «Придите ко Мне, все труждающиеся и примененные, и Я успокою вас».» Этот голос еще не умолк. Этот голос сегодня звучит, чтобы человек, кто еще не принял Господа, мог прийти к Иисусу и покающись, иметь жизнь вечной при исполнении Слова Божия. Дорогие друзья, те, кто боятся Господа, Бог благословляет их. Исход, книга Исход, первая глава. Я хочу прочитать такие слова. Семнадцатого стиха по двадцать первый. «Но повоевальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повоевальных бабок и сказал им, «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?» Повоевальные бабки сказали фараону, «Еврейские женщины не так, как египетские, они здоровы, и попрежде нежели придет к ним повоевальная бабка, они уже рождают. За сие Бог делал добро повоевальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. И так как повоевальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их». Вот видите, эти повоевальные бабки, которые было сказано, чтобы они умерщвляли детей мужеского пола, чтобы они оставляли живых, но они боялись Бога. Они боялись Бога это делать. У них в сердце, в их разуме, именно чтили Бога. И они знали, что это не от Бога, чтобы умножевлять этих детей. И они старались всячески оставить их в живых. И за это дело, которое они именно делали, Бог благословлял домы их. Братья и сестры, «Я верю и понимаю, что те, кто боится Господа, кто хочет жить по Слову Божьему, честно, справедливо, боясь Господа, Бог благословляет и их семьи, Бог устрояет и их домы, потому что боятся Господа». У второзакония в пятой главе двадцать девятый стих говорит такие слова. «О если бы в сердце их было у них таково, чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Что говорит Господь? «О если бы в сердце у них было таково, чтобы боялись Господа, соблюдали заповеди Господние, чтобы они поступали по Слову Божьему во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Вот Слово Божье говорит о том, чтобы боялись Господа, и будет приятно и в домах их, и сынам их будет приятно вовек. Псалом 33, восьмой стих напоминает нам такие слова. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его». 33-й Псалом, восьмой стих. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его». Дорогие друзья, сколько раз в нашей жизни ангел Господень был нашим хранителем, сколько раз ангел Господень был с нами, сколько раз ангел Господень хранил нас от смерти, от аварии, от всякого несчастья, сколько раз ангел Господень не допускал, чтобы коснулось зло именно к нам, в нашей жизни. Я думаю, что вы можете, каждый проанализируя свою жизнь, каждый может вспомнить, что Господь явил в его жизни, когда были трудности, когда было такое положение критическое, казалось, что нет выхода с этого положения, но Господь выводил из этого положения. Слава нашему Господу! Я вспоминаю один момент в моей жизни, когда я был в армии, я уехал с патрулем офицером проверять, нет ли солдат, купающихся на реке Неман при Балтике. Не разрешалось купаться, потому что река, она во время войны там бросали бомбы и еще сохранились воронки, которые закручила вода и многие солдаты тонули, купаясь в этой реке. Офицер мне говорит, хочешь окунуться, иди окунись, пока я пойду, там гляну вот по берегу. Я быстро разделся и сразу пошел в воду. Вода течет широкая, наверное, с километра ширины. Я так попробовал плыть чуть-чуть, так приятно, хорошо, и по течению начал плыть. Но когда начал плыть по течению, оно меня начинает тянуть все вправо, вправо так, в течение, где больше. А я все влево, не получается. Я влево грибу, но не получается. Сердце забилось. Знаете, вот испугался и думаю, что дальше? Господи, спаси! Господи, спаси! И Бог даровал мне силу свою, свою защиту, послал одела своего. И я как-то влево, влево и вышел немножко из этого течения. И уже осталось до берега, может быть, два метра. Уже я руками почти что не мог даже плыть, уже руками передвигать не мог. Опускаясь на ноги, еще дна не могу достать. И снова начинаю грести руками, и еще немножко проплыл, и уже пальцами поэтому по дну, по гравию, по песку уже чувствую дно. И я встал, вода выше колен, руки, ноги трясутся. И я сказал, Господи, это Ты сохранил мою жизнь. Это Ты даровал мне еще свою защиту. И как не вспоминать о тем милости Господней? Как не вспоминать именно то, что Господь являет свою милость? Уже будучи на работе, я работал на открытом карьере. И там открытый карьер, был такой подъем, и зимой машины не могли ехать, потому что скользко было с прицепами. И начальник участка говорит, Анатолий, загрузись крошкой, поднимай самосвал понемножку, едь вперед и подсыпай дорогу. Я так и делал, а не заметил, что линия электропередач 10 тысяч вольт, и я поднял кузов, и кузов зацепил эту линию 10 тысяч вольт. Я это не видел, но один шофер проезжает, показывает мне всем руками, показывает наверх. Я как глянул, провод натянулся, как струна. Я зацепил кузовом. Я думаю, что делать? Первый сказал, Господи, сохрани жизнь. Я нажал педаль сцепления, машина отошла немножко назад, руки трясутся, знаете, вот, и не знаю, я живу или нет, знаю, что там большое напряжение, когда я увидел, что провод уже вот так, знаете, вот, из стороны в сторону ходит уже, я понял, что я уже отъехал от этого провода, опустил кузово и замолился Господу. Господи, Ты един это соделал, Ты един сохранил мясную жизнь и даровал свою милость мне. Друзья мои, вы каждый можете вспомнить милости Господние, вы каждый можете вспомнить тот момент, когда вам было тяжело, когда было опасно, когда вы не смогли снести, но ангел Господень был с вами, ангел Господень был рядом, только мы его не видели, только мы его не замечали, а Господь посылал свою помощь. Псалом 144, 19 стих, желание боящихся его он исполняет, вопль них слышит и спасает их. Братья и сестры, желание боящихся его, боящихся Бога, он исполняет, вопль их слышит. Не просто молитва, не просто так, обретной молитва, помолился и все. Как некто сказал мне, слушай, помолись так, за мою нужду, но не так, как я молился за других. Я понимаю, какая была молитва. Я хочу и желаю, чтобы все мы молились из глубины сердца или за свою нужду, или за нужду другого, потому что Слово Божие говорит, что желание боящихся Господа он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Да поможет нам Господь, чтобы мы могли именно так молиться из глубины сердца, чтобы Господь услышал молитву нашу. Псалом 102, 11 стих, ибо как высоко небо над землею, так велика милость к боящимся Его. Вот такова милость Господня, как высоко небо над землею, мы не можем определить этого расстояния, но именно такова и милость Божья неизмерима к боящимся Его. Малахиа пишет в 3 главе 16 стихом такие слова «Пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Незабыты молитвы, незабыты прошения, моления, вопли, слезы, плачи, посты, незабыты. Пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Господа Бога нашего. Вы знаете, хочется прочитать одно место Священного Писания. Четвертая книга Царств, 17 глава. Я буду читать с 27 стиха и ниже. И повелел царь Ирицкий и сказал «Отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда, пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той земли». И пришел один из священников, которых выселили из Самарии и жил в Эфиле, и учил их, как чтить Господа. Бог, видя этого народа, который не поступал так, как надо было, не так служили Господу, и что они делали, видел все Господь. И именно посланный был священник для того, чтобы учил их, как чтить Господа. Притом сделал каждый народ из своих богов и поставил в капищах высот, которые устроили самаряне, каждый народ в своих городах где живут они. И 33 стих. Господа они чтили и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их. Я хочу обратить внимание, в то время именно священник учил закону Божьему. И этот народ принимал это учение, но и свое не оставил. поклонение своим идолам, которые они имели в домах своих. И Богу служили и другим идолам. Как на сегодняшний день бывает, именно называется христиане, члены церкви. И учат здесь братья, проповедуют слово Божье и принимают это слово. Но когда уходят из служения, начинают делать свое, то, что не угодно Господу. То, что им нравится, то, что не угодно Богу, они продолжают делать. И Бога чтут и верят, но и то не оставляют, что греховное перед Богом. Можно что-то сделать греховное, это ничего страшного. Когда-то раньше был грех, когда за это наказывали, сегодня кажется, оно все нормально. Да, это что такое сделал. Да, ничего страшного. Ну, попробовал там вина немножко, ничего страшного, сладенькое, хорошее. Ну, пошел в кинотеатр, посмотрел там, ничего страшного. Но еще пошли где-то там, еще что-то сделали, тоже ничего страшного. А приходя в служение, слушают Слово Божье. Не должно так быть. То, что говорит закон Божий, будем исполнять, дорогие братья и сестры. Я хотел бы напомнить, время так быстро летит, я хотел бы напомнить, сегодня, уже не читаю, именно, в Бытье, 50-й главе, 19-й стих, вы знаете, Иосиф, он был продан в Египет, братья его продали, они не боялись Бога, хотели его умертвить, но потом один из братьев сказал, зачем это делать, продадим его, шли купцы мадямские, продадим этим купцам и продали его за 20 сребреников, он умолял их, просил, братья, не продавайте меня, братья, не делайте этого, он умолял, но они, не боясь Бога, продали его в чужую сторону, чужим людям, где никого из родных нету, но Бог был с ним, он боялся Бога, он научен был, чтобы именно слушать Богу, и вы знаете всю историю его, я не буду сейчас рассказывать, но хочу только напомнить концовку, что когда уже были братья, был отец там у них, отец умер, похоронили отца, и братья вспомнили, что сделали ему зло, мы видели, как он умолял лице наше, как он просил нас, чтобы его не продавать, но мы его продали, и говорят, наверное, он отомстит нам, отца нету, он, наверное, нам отомстил, и вот говорит Слово Божие, и сказал Иосиф, не бойтесь, а дальше что? Я боюсь Бога, этот человек, будучи на таком высоком положении, будучи во власти, он сказал своим братьям, не бойтесь, я не имею зла на вас, это Бог все соделал, чтобы сохранить вашу жизнь и жизнь многим людям, посему, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Братья и сестры, будем бояться Господа, будем мы поклоняться живому Богу, так, чтобы именно Он, видя нашу боязнь, мог нас благословлял. Второзаконие 10 глава. Я хочу это место прочитать с 12 стиха и 13. Второзаконие 10, 12, 13. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Только того, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его и служил Господу Богу твоему от сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедуют тебе, дабы тебе было хорошо. Вот что требует Господь от меня и от вас, дабы нам было хорошо, чтобы мы боялись Господа Бога нашего и ходили всеми путями Его. Откровение 19 глава 5 стих. Хвалите Бога нашего все рабы Его и боящиеся Бога. Псалом 21-24 Боящиеся Господа восхваляйте Его все семя Якова прослав Его да благоговеет пред Ним все семя Израиля. Псалом 117-й 4 стих да скажут ныне боящиеся Господа ибо вовек милость Его. Давайте скажем все вместе ибо вовек милость Его и да благословит нас всех Господь. Преклоним колено помолимся Господу. Аминь. Аминь. Аминь.